Юлия Жильчикова, председатель Вологодской областной общественной организации «Будущее есть». Вот, сейчас послушаем, есть ли будущее у местных сообществ и фандрайзинга. Надеюсь. Юлия, передаю тебе слова. Добрый день, спасибо. Будущее, естественно, есть. Меня слышно, да? Кивните мне кто-нибудь. Да, слышно, видно. Хорошо, спасибо. Но я бы хотела сказать, в первую очередь, что вообще наша организация занимается помощью детям и молодым взрослым с ментальными нарушениями в городе Череповце. Но так получилось, что в 2022 году к нам с инициативой пришел наш донор и говорит, Юля, давай будем кормить детей района, района, где находится наш центр. А так как у нас с нашим замечательным Сергеем Мефодьевичем совпадают ценности, мы любим готовить, любим угощать, любим есть, то, соответственно, мы решили, почему бы нет. Тем более у нашей организации с 2020 года работала кулинарная мастерская для ребят с особенностями. То есть часть какого-то необходимого оборудования у нас была. Ну и, конечно, раз это был именно Сергей Мефодьевич, это человек, который не просто донор, а настоящий друг, соратник, то мы не могли ему отказать. И расскажу с того, что мы начали большую-большую подготовку летом прошлого года, то есть мы прошли проверку Роспотребнадзора, мы наняли профессионального повара, мы согласовали возможное меню с врачом-диетологом, закупили оборудование, мебель, закупили дополнительную посуду. И вот 8 июня 2022 года, навсегда запомню этот день, мы решили, что мы будем кормить детей полноценными, качественными, для нас очень важно, что вкусными обедами. Почему мы вообще это начали? Так сложилось, что наш центр находится в индустриальном районе нашего города, и вокруг нас очень много детей, которые предоставлены сами себе, и в том числе, к сожалению, очень много семей, в которых есть люди с алкогольной зависимостью. И, соответственно, эти ребята, которым нечем было заняться, они могли у нас, например, там, мусор выкинуть, какую-то маленькую шалость провести, или, там, не знаю, дверь от теплицы оторвать, например. Вот, и мы понимаем, что дети сами по себе, они же хорошие, просто, значит, им трудно живется. И вот этот проект, он как раз, мы решили, а почему бы нет? И мы изначально думали, что мы будем кормить детей в трудножизненной ситуации, то есть это из многодетных семей, семей, где сложности с финансовым положением. Что мы сделали? Мы вообще вышли на ближайшую детскую площадку и рассказали про этот проект. Изначально к нам пришло 12 ребят абсолютно разных, и когда мы начали детей кормить, мы вообще очень сначала волновались, придут ли к нам ребята. К нам пришли первый раз 12 человек, потом пришло 18, 25, сейчас к нам приходит 72 ребенка на обеды. Вот, и когда они пришли, ну, мы же не будем никакие справки у ребят спрашивать, и мы так поговорили между собой, с командой, и решили, что мы будем кормить детей, любых, которые к нам придут. Потому что мы убеждены, что если ребенок пришел, неважно, потому что он хочет есть, или он хочет вкусно поесть, или он просто хочет посидеть, то это и то очень важно. Потому что мы начали с ребятами, когда разговаривать, то, например, у нас один мальчик Тимофей приходит и говорит, вы знаете, я совершенно не нуждаюсь. Можно я просто посижу, потому что у вас здесь тепло, уютно, и никто не орет. И тут я поняла, что, наверное, еда, это стало, ну, просто такой способ, чтобы позаботиться о детях, да, и кто-то пьет чай, а кто-то полноценно обедает. И если говорить про сообщество, то когда мы в своей социальной сети начали рассказывать про этот проект, то было очень много откликов среди горожан. То есть какие первые самые эффекты, то есть люди начали задавать вопросы, как вы кормите, когда вы кормите, как я могу помочь. А помочь на самом деле в этом проекте все очень просто, прозрачно, потому что человек может перечислить пожертвования на благотворительный обед. Человек может для одного обеда необходимо, например, 8 пачек макарон твердых сортов, и поэтому он может просто купить и привезти макароны. Кто-то, например, каждый четверг, у нас есть девушка чудесная Татьяна, которая с момента основания проекта каждый четверг привозит фрукты для наших ребят. То есть груши, яблоки, ну какие-то сезонные, да, потому что ребята этому безумно радуются. И когда я ее спрашиваю, говорю, Татьяна, ну вот вы каждый четверг, кроме дней, когда она уезжала в отпуск, привозите, она говорит, вы знаете, вы даете возможность мне помогать. И для меня это все просто понятно, и просто разрешите мне это делать. И для нас, конечно, это ценно. Потом, когда был сезон кабачков, когда их предлагали всем, то прекрасные сердобольные бабушки, которые прочитали про наш проект в городской газете, привозили нам картошку, капусту, кабачки. И это, знаете, так трогательно и трепетно, когда идет бабушка в платочке, везет за собой тележку полного кабачков. Это, конечно, очень ценно и это трогает. И она говорит, вы знаете, самое важное, чтобы дети были сыты, да, потому что я знаю, когда были голодные годы, это самое важное. И, конечно, удовлетворение наших базовых потребностей, это должно быть в первую очередь. Ну и, конечно, мы рассказываем горожанам, что можно помочь транспортному, автоволонтерам, например, съездить и закупить вместе со мной эти продукты. Ну, то есть люди потихонечку-потихонечку стали вовлекаться, потому что все, кто нам помогает, мы их приглашаем всегда попробовать наши обеды, посмотреть, какие ребята приходят. И с нами начали сотрудничать пекарни, кто-то предоставляет нам хлеб, кто-то, например, булочки к чаю. Мясной магазин с нами сотрудничает и прекрасную, очень вкусную продукцию предоставляет. И получилось так, что когда теперь к нам приходят гости в наш центр, рассказывая о нашей деятельности, я всегда привожу их на нашу профессиональную кухню. Мне все спрашивают, Юля, зачем тебе такая большая печка? Я говорю, ну как, для благотворительного обеда нужно сделать 100 котлет. В эту печку влезает 100 котлет. Мы запекаем 100 котлет для наших благотворительных обедов. И люди так удивляются, что сразу так много, я говорю, но иногда даже не хватает. И тема вообще еды, еда, она вообще уже очень сильно объединяет, и людям становится все понятно. Но, конечно, были у нас случаи, когда мы думали, что все рестораны и кафе города поддержат наш проект. Мы написали официальные письма с просьбой поддержать наш проект и взять один или несколько дней, или помочь однократно. И некоторые рестораны откликались, предоставляя свои обеды. А кто-то говорил, что нам это неинтересно. И это тоже опыт, и это тоже здорово. Но когда я рассказываю про этот проект, то, как правило, люди очень живо откликаются, начинают делиться рецептами. Мы говорим о том, что мы заточены не только просто, чтобы накормить хоть чем-нибудь, а именно, чтобы еда была полноценной, полезной, разнообразной. На данном этапе мы кормим три раза в неделю. То есть мы кормим понедельник, вторник и четверг. И в каждый день из этих обедов к нам приезжают люди, которые хотят помочь. Вот у нас сегодня обед, и у нас будут прекрасные спагетти и курица в чесночном соусе, а также салат из капусты. Я надеюсь, что не очень голодное. Вот, и компот. А также привезут нам сегодня булочки. И вот уже приезжала Татьяна с яблоками. Вот, и это очень все здорово. И еда на самом деле сбережает. И мне хочется... Да, я вижу, что придется делать перерыв на обед. И мне хочется рассказать вот про такой еще социальный эффект, про который мы когда планировали этот проект, мы не думали, но который меня просто, наверное, ошеломил и восхитил. Потому что раз мы кормим любых детей, в том числе детей с особенностями развития, у нас есть ребята, которые тоже постоянно приходят на обеды. Кто-то разово, а кто-то прям постоянно приходит. Когда за соседними столиками сидят норматипичные ребята, а за другими ребята с особенностями развития, вот здесь и появляется, на мой взгляд, ну вот это настоящая инклюзия и вот формирование этого толерантного пространства. Потому что раньше ребята, которые гуляли на улицах, могли обижать наших ребят, могли что-то сказать такое нелицеприятное. А когда они пришли, они начали задавать вопросы. А почему эти ребята не разговаривают? А почему они такие? А почему так получилось? Потом начали подходить с ними, с ними знакомиться. Как-то некоторые сдруживаются. Потом начали проситься к нам на занятия в мастерские. И получается, что это вот тоже очень важно. И мы придумали... Хочу рассказать, что вы не думали, что все у нас так было легко и просто. Потому что когда мы только начали, некоторые девочки, приходящие на обед, открывали просто с ноги дверь. И говорили, ну что тут, в общем-то, у вас поесть. Есть. Ну не таким, конечно, словом. То потом эти девочки, увидев, что мои дети из организации Будущие Едь, помогают прибрать повару посуду, обтереть столы. Они говорят, ой, ну мы тоже хотим. Давайте, мы тоже что-то убираем. Потом зимой, так как у нас огромная территория и снег чистим мы сами, я начала выставлять лопаты. Выставлю перед обедом 20 лопат, выйду и смотрю, все почищено. И так здорово, что чистят ребята с особенностями развития и обычные ребята. Это так было дружно, классно. Когда мы проводили весенний субботник, мы, значит, тоже вынесли пакеты для мусора, вместе мусор весь прибрали. И потом я смотрю, один ребенок кинул фантик, вышел, кинул фантик. А второй ему говорит, ты что тут делаешь, нам же вот в следующий раз придется это все прибирать, ну-ка подними. И то есть это так классно, классно, важно. И для меня это огромный-огромный смысл того, что мы делаем. И того, как мы можем помогать, и как к нам можно легко просто присоединиться. Вот. Если есть какие-то вопросы, может быть, я не все осветила. Спасибо большое, Юля. Да, тут вот вопрос, как нам сделать перерыв на обед и вкусно покушать. В основном такие вопросы. Мне очень понравилось в своем выступлении, что получается, ну, во-первых, когда мы начинаем какой-то проект, да, мы его представляем себе каким-то определенным образом, а потом реализация может пойти совсем другим образом, да, или мы там встретим больше друзей, больше партнеров, хотя мы этого не ожидали вовсе, да. И еще мне понравилось, что фандрайзинг, это ведь получается не только про деньги, да, потому что ты рассказывала, как вам в проекте помогали разными, там, например, материалами, продуктами и так далее. Поэтому важно еще, мне кажется, понимать, что когда мы говорим про фандрайзинг, мы говорим не только про деньги. Вот у нас есть вопрос. Вы сделали проект с обедами частью вашей программной деятельности, или он остается дополнительным объединяющим проектом в организации? Ну, пока он остается объединяющим проектом в организации, но мы, конечно, планируем его развивать. И вот Андрей очень откликается в комментарии по поводу, что планировали одни смыслы, а получились другие, да, то есть если анализируя, то в глубину я не думала, что этот проект будет настолько ценным, важным, и таким, ну, как сказать, трепетным, что ли, вот. И вообще планы у нас большие, мы хотим кормить каждый день ребят, мы хотим увеличивать количество ребят, потому что с каждым разом приходит все больше. Вот действительно мы начинали с 12 детей, а крайний раз в понедельник у нас пришло 72 ребенка, и у нас и еды не хватило. Ну, то есть у нас было приготовлено, как обычно, на 56 ребят, и нам пришлось экстренно. Хорошо, что у нас были продукты, всегда есть с запасом, и мы быстренько готовили, и ребята говорят, ну, ничего, мы посидим, мы не уйдем, мы уже планируем. И здорово, что ходят, приводят своих друзей и, как бы, вот, и вовлекаются даже в нашу деятельность. Мы хотим, конечно, максимально ребят интегрировать, и в нашу основную деятельность тоже. А вот ты уже частично, получается, ответила на следующий вопрос, но вдруг у тебя получится поподробнее рассказать. Вот вопрос о том, что происходит после того, как вы накормили детей. Вот ты сказала о том, что, ну, во-первых, это общение, да, это новые связи, это вовлечение новых людей в работу организации, и это даже в чем-то рассказ о том, почему некоторые дети с особенностями, да. А вот как проект влияет на дальнейшую работу организации? Люди, хотя бы, единожды в проекте «Благотворительный обед», они приезжают, начинают говорить, ой, а что тут у вас вообще есть, а покажите, а расскажите. И мы начинаем их знакомить с нашей основной деятельностью, и люди говорят, ой, а я про вас не слышал, ой, а я не знал, что можно таким или иным образом помогать. И когда они видят, что мы очень открыты к общению, и что можно выбрать любой проект и его поддержать, или можно стать просто волонтером, то вот все люди, которые помогают, они все остаются с нами. И в дальнейшем поддерживают нашу основную деятельность. То есть получается, благодаря такому простому и понятному проекту мы привлекаем на свое основное ресурсы, как финансовые, так и просто человеческие. Понятно, спасибо. Вот есть еще вопрос. У вас есть кулинарная мастерская, правильно? Вот, может, ты чуть-чуть расскажешь про нее, а вопрос тоже немножко другой. Планируете ли вы кафе, в который, может, прийти и поесть вообще любой житель города? Да, мы планируем маленькие. Вообще наша организация очень любит готовить, а есть она любит еще больше. Причем как дети, родители, сотрудники, в общем, все. У нас еда очень объединяется. И у нас, да, работает кулинарная мастерская, где работает несколько поваров. Они занимаются с ребятами с особенностями развития. И мы мечтаем о том, чтобы открыть свое инклюзивное кафе. Вот, и уже много шагов прошли на пути к своей мечте. И надеемся, что осенью этого года мы все-таки откроем. Но у нас будет не полноценное кафе, а булочное. Потому что мы очень вкусные, печем булочки и пирожки. И когда приходишь к нам в центр, то сразу ощущаешь запах свежей выпечки. И понятно, что чай, кофе, какао, свежевышитый сок и молочные коктейли, мы это все любим, делаем уже сейчас. Вот, и поэтому мечтаем, что осенью мы откроемся. Очень бы хотелось. И тогда к нам, да, будут приходить все. Но все люди, которые к нам приходят сейчас, просто в гости, в организацию, они всегда отмечают, что такое чувство, что нас здесь ждут. По запаху и по тому, что всегда накрыт чай. И вот такая объединяющая, очень простая, легкая, приятная история. Спасибо большое. Вот здесь в чате хотят, во-первых, поесть бесплатно у вас. А во-вторых, работать у вас и есть бесплатно. Как я понял, вот такие комментарии. Да, мы кормим всех сотрудников, мы кормим бесплатно. Это вариант тимбилдинга, получается. Да. Кормите сотрудников бесплатно, регулярно. Ты хорошо сказал о том, что булочки, выпечка, все такое вкусное, хорошо пахнущее объединяет людей, да, объединяет сообщество. А вот такой вопрос. Вот что делать людям, у которых, например, другой проект, он не связан никак с едой, да, но они хотят вокруг него объединить тоже как-то местное сообщество при помощи дополнительных проектов. Как-то можно взять, например, вашу технологию с едой, как ты считаешь, и переместить ее на другие проекты? Ну, мне кажется, что вполне все можно взять, потому что тема еды, согласитесь, она актуальна для всех, для всех людей. И всегда это очень, ну, все объединяет. Еще это всегда очень просто, потому что мы все едим каждый день, мы кормим своих детей. И даже у нас люди, например, начали на нам писать и присоединяться, говоря, ой, вот до вашего проекта, потому что мы всегда транслируем, что мы про качественную еду, и мы говорим о том, что вы задумывались о том, что ел сегодня ваш ребенок на завтрак, обед или на ужин. Вот я лично, например, до этого проекта не задумывалась. Ну, то, что побыстрее, там, как-то приготовишь, съешь, а потом думаю, ну, подождите, а надо же, чтобы дети питались полноценно, качественно, чтобы было это соотношение нужное белков, жиров и углеводов. И особенно, когда мы вот с врачом-диетологом это все проговаривали, да, составляя меню, а чем, ну, чем лучше кормить и в каком соотношении. Поэтому это, ну, очень важно. И мне кажется, люди там, где хотят сплотиться и объединиться, надо всегда людей угощать чаем, кормить их, и тогда они к вам будут очень расположены. Потому что иногда у нас приходит такая смешная история, мы гостей встречаем пирогами, в том числе и пироги с фруктами. И приходят иногда девушки и говорят, ну, слушайте, мы вообще-то на диете, но вот только сегодня, исключительно день, можно все, потому что такие запахи. Понял, спасибо большое. Я почему-то вспомнил, как несколько лет назад, когда кто-то искал себе сотрудников, даже в комическом секторе, все писали, как супер преимущество, бесплатные печеньки, бесплатный чай, бесплатный кофе. А потом уже перестали писать, потому что все просто начали это делать уже. Поэтому заманивают даже в комическом секторе на печенюшке. Ой, у нас, например, прекрасные завтраки полезные есть у сотрудников, а также обеды и полдники. Поэтому. Как сохранить силы и работать при таком графике? Вот еще вопрос от меня. Есть еще интересный вопрос. Кроме основного донора, с которого все начиналось, есть ли другие доноры, которые поддерживали другие ваши программы? И когда они узнали про обеды, то они как-то стали более активно поддерживать или как-то отреагировали позитивно? Дело в том, что все доноры, которые у нас были, узнавая про этот проект, к этому проекту присоединялись в той или иной мере. Кто-то финансово и небольшими суммами, а кто-то большими суммами. Потому что, например, несмотря на то, что у нас есть профессиональная печь, расстойка для поднятия теста, большой тестомес или профессиональное оборудование, то все равно этого становится мало и требуется также дополнительная посуда. Потому что мы изначально не планировали, что у нас 72 человека будут приходить. Мы хотели, будет чуть меньше. И, соответственно, увеличивается количество потребностей. Плюс готовим мы теперь очень часто, и нам потребовалось, например, дополнительные кондиционеры в кухню. И, соответственно, люди, мы пишем наши потребности, люди подключаются или просто приезжают, смотрят. Никто не приезжал так вот специально, а вот просто заехали доноры, говорят, ой, что за дети, что за проект? Мы им рассказываем, говорят, так, ну как мы можем подключиться? Потому что этот проект почему-то вызывает у всех наибольший отклик. И благодаря ему мы и поддерживаем коммуникацию с донорами, которые с нами давно, а точно так же привлекаем новых и стараемся их вовлечь во всю нашу деятельность. Я прогнозирую сейчас резкое увеличение количества проектов, связанных с едой после нашей конференции. Думаю, можно будет их увидеть. Но мы через еду, наша организация через еду, мы выражаем свою заботу о детях, о людях, о сотрудниках и о наших гостях. Хлеба и зрелища. Вот такой девиз. Мы будем печь сами хлеб. Очень этого ждем момента. Еще есть идея выпустить книгу рецептов. Так, Юля немножко зависла, да? Или это только у меня? Я отвисла или не отвисла? По-моему, ты отвисла. Да, книгу мы хотим еще сделать, книгу рецептов жителей нашего района, чтобы каждый житель мог поделиться каким-то своим любимым рецептом. Или чтобы наши доноры тоже могли поделиться своим рецептом, это все опубликовать. Мне кажется, это тоже классное такое вовлечение. Потому что когда мы проводим какие-то кулинарные мастер-классы, выкладываем фотографии, то потом нам все пишут, расскажите рецепт, расскажите рецепт. А мы делаем, достаточно стараемся делать полезные, вкусные блюда и простые, которые люди могут повторить. Так, еще есть вопрос, где все это смотреть? Ну, мы ссылку на нашу книгу рецептов мы публикуем, вообще рецепты публикуем на сайте, а книгу рецептов ссылку публикуем в нашей группе ВКонтакте. Поэтому могу сегодня повторить. Да, пожалуйста, ты можешь прям сюда нам в чате кинуть, наверное. А вот у нас есть личная страница Юли в чате. И ваша страница «Будущее есть» ВКонтакте. Да, «Будущее есть», потому что оно не может не есть. Наше название стало новыми смыслами. Вообще очень здорово, конечно, как вот у вас все начиналось и развивалось. Анастасия пишет, что есть целое исследование по фондрайзингу через рецепты книг. Поэтому это все оказывается с научной базой доказательной, а не просто так. Вот, спасибо большое, Юля. Спасибо. Очень полезно, душевно и вкусно. Приезжайте к нам, мы вас накормим. Да, я думаю, что уже все хотят поехать к вам и поесть. Большое спасибо. Мы желаем развития только вашему проекту. Будем ждать рецепты и готовить. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Мы...